Всем привет, с вами Седой Инвестор, сегодня у нас актуальные новости, поэтому заваривайте чаек, либо приготовьте любые охлаждающие любимые ваши напитки, у меня все тот же кофе, меня кстати начинают спрашивать какой кофе я пью, ребята пью только Starbucks, дело в том что это единственная кофейня рядом с моим домом, ну а мы потихонечку будем начинать, как вы думаете нащупал биткоин дно или нет? В диапазоне от 21 до 18 тысяч долларов на самом деле находятся немаленькие объемы и пробить их без очередной манипуляции будет очень сложно, к тому же на рынке новых игроков становится все меньше и меньше, спекулянты потихонечку уходят с рынка, но к сожалению всех трейдеров не выбрить, у них настроение меняется каждый день, сегодня не шортят, завтра не лонгуют, вот допустим неплохой показатель за вчерашние сутки, шортистов было выбрено на 124 миллиона долларов, на самом деле не так много, как вы видите по сравнению даже с маем месяцем сейчас трейдеров стало намного меньше Выбрали абсолютно всех медведей, которые решили пошортить криптовалюту и 70% из них были шортисты Так как торгуя на фьючах вы теряете свои токены, а мы покупая на споте теряем только время, по идее самый главный наш ресурс, но наше время не пройдет зря, когда начнет очередной булран биткоина мы будем уже заряжены, сейчас самое главное как можно больше забрать монет, но сейчас нужно покупать с умом, так как многие альткоины во время медвежки просто могут заскамиться, либо их ждет бесконечное падение Про наиболее перспективные альткоины на сегодняшний день я рассказываю в своем закрытом чате телеграм, я там даю платные рекомендации, когда что где покупать, а также когда фиксировать прибыль, плюс эксклюзивный материал в виде лекций, чем больше ты поглотишь информации по теме, которая тебя интересует, тем легче тебе будет в этой среде В данный момент я говорю о криптовалюте, в общем если тебе это интересно, пиши в личку, все обсудим, и кстати про весь свой профиль я рассказываю на своем ютубе, это у нас анфи, зил, байсвап, насколько я помню был винкс, вбивайте эти названия на моем канале и проверяйте сами А мы продолжаем Ребята, не стоит ждать вечного дна, вы не угадаете, лично я за целую неделю вчера закупился первый раз биткоином и по некоторым альткоинам, нас может ожидать несколько исходов Ситуация очень похожа на 20-й год, сразу же после коронадампа, если мы скопируем график и подставим на сегодняшний день, похожая ли ситуация, решайте сами Ну и конечно же нас могут еще свозить вот к этой жирной зоне сопротивления, 9000 долларов, каким образом? Да, абсолютно таким же, как в прошлом месяце Если нас увозят еще раз, точно так же, как это происходило 9 июня, то мы как раз таки сможем застать эти сказочные 9000 долларов Из-за того, что сейчас биткоин в глобальной медвежке, это вполне может произойти, но если этого не произойдет и биткоин улетит без меня, мне будет очень обидно Поэтому я закупаюсь постоянно и всегда оставляю свободный фиат, не нужно заходить на всю котлету, это одно из самых главных правил инвестиций Оставляйте всегда свободный фиат, если вы этого делать не будете, то после очередного сквиза по биткоину, либо по другому альткоину, ваша психика скажет вам до свидания А спокойствие и железные нервы здесь это самый главный и незаменимый ресурс, если у вас этого нет, то никакой потенциальной прибыли не может идти речь А тем временем PancakeSwap сжигает свои кейки на 21 миллион долларов, это довольно мощное сжигание А я вам напомню, что у него сейчас ограниченная эмиссия и 19% активов уже в обороте, то есть в циркуляции Плюс эфириум также не стоит на месте, ему приходится сжигать свои монеты намного больше, так как у него неограниченная эмиссия За последние 7 дней было сожжено 335 эфириум, а это у нас 371 тысяча долларов И общее количество сжигания на 121 миллион долларов, это между прочим 36 тысяч эфира Эфир плюс Pancake готовится, видимо, к очередному булрану Dash максимально пытается намекать на начало скорого роста И на своей официальной страничке Twitter они дали новость 42 доллара текучая цена Dash, время холд или время, чтобы получить еще немного Почему? Оставляйте комментарии Такие тонкие намеки от Dash Радужный индикатор биткоина нам, кстати, заявляет о том, что у нас сейчас то самое дно Которое мы постоянно отрабатывали уже не один раз Но что касается хайов, чуть-чуть мы не дошли Но что касается красной зоны, это нам говорит то, что мыльный пузырь уже максимально надут Надо начинать уже фиксировать прибыль И как раз таки эта цена является 120 тысяч долларов Это именно тот прайс, по которому я хотел продать биткоин Но я не дождался его, я продолжаю ждать дальше У меня есть свои цели и дешевле продавать не собираюсь Эту зону мы отрабатывали в 2018 году, в 2014, а также в 2013 Но что касается синей зоны, мы идеально ее удерживаем А кто ждет цену ниже? 9 тысяч долларов Допустим, как Роберт Кийосаки Ребята, возьмите просто и зашортите Я жду, когда биткоин проверит 1100 долларов Если он восстановится, я куплю больше Если это не так, я подожду, когда проигравшие капитулируют Уйдут, а затем я куплю больше Этот чувак в каждом своем посте про биткоин пребывается Насколько я помню, на моем канале есть ролик, когда он прогнозировал падение биткоина на 17 тысяч долларов Ему, видимо, этого мало Он теперь ждет 1000 долларов Обычная схема хомяка Ждать бесконечного дна, зайти на всю котлету И разбогатеть в кратчайшие сроки Ребят, так не получится, лучше следите за новостями Сальвадора Он закупает биткоин постоянно И на довольно крупную сумму Не думаю то, что правительство данного государства Вкладывает в финансы казны какой-то скам Дело в том, что если биткоин пойдет в рост Я также буду продолжать закупаться Если ваша цена покупки выше продажной Какой смысл искать вечное дно? Я не понимаю У меня есть свои цели, по которым я хочу продать биткоин И пока я их не достигну, я продолжу его покупать А также некоторые алькоины И, кстати, индекс альтсезона показывает нам цифру 27 А это, между прочим, начало сезона именно альткоинов Доминация биткоина к общей капитализации рынка падает И альткоины начинают расти к биткоину намного выше И быстрее Кстати, по эфиру индикатор радуга показывает то же самое Дно нащупано Но в прошлый раз был небольшой сквиз Посмотрим, что будет сейчас А теперь давайте пройдемся по свежим новостям Хардфорк Вейсел был успешно проведен в тестовой сети Кардана Вейсел обеспечит более быстрое создание блоков И повышение масштабируемости децентрализованных приложений, работающих на кардана Хардфорк также расширит возможности взаимодействия для других блокчейнов Ожидается, что запуск Вейсел в основной сети будет примерно через месяц Крема Файнанс был взломан на 8.78 миллиона долларов Это у нас централизованный протокол ликвидности Который был построен на Солана Все больше и больше негативных новостей про Солану Именно этот актив я перестал закупать в долгую Очень часто в этом году обрывали сети Еще больше В прошлом году Поэтому, ребят, будьте очень осторожны Не только покупая криптовалюту Солана Ну а также все проекты, которые построены на базе блокчейна Visa выпустила безлимитную криптокарту Bitcoin Black По данным компании, карта вышла в 2021 году И доступна только по приглашению 10 тысяч участников Во всем мире Bitcoin Black также дает возможность клиентам конвектировать биткоин И другую криптовалюту в наличные деньги На карте нет лимита Ее пользователи получают вознаграждение до 10% В эксклюзивных токенах SPND Награды могут быть потрачены на различные предметы роскоши На их торговой площадке Было бы очень интересно завладеть данной карточкой Многие проблемы с покупкой крипты просто ушли бы Кстати, кому интересна тематика Насчет дебетовых карт Я знаю про Dash, про Rift Если будет возможность их заказать Обязательно я это сделаю И обязательно расскажу об этом вам Гигантская компания Intel Начала поставки майнера Блок Скейл Асик Компания Intel раньше срока Начала поставки Асик майнеров Блок Скейл Ранее стало известно, что поставки планируются Осуществить в третьем квартале 2022 года Данное устройство обладает очень небольшим размером Примерно 7 на 7 миллиметров В упакованном виде В то же время его производительность составляет 580 гигахэш А во время работы Грейт Скейл Асик потребляет примерно от 5 до 23 ватт электроэнергии Всегда хотел заняться майнингом Но в Южной Корее, к сожалению, для иностранцев это запрет Вот такие новости на сегодняшний день Что лично вы думаете? Какую цену по биткоину вы ждете? Оставляйте свои мысли в комментариях Если ты новичок на моем канале, обязательно подпишись Тут тебя ждут ежедневные и только актуальные новости У меня на сегодня все Всем до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok